Девушки отдыхают Бигюн Кютюк Ешарагу, Гюнеш Хаят, Хюлья Кюльсен, Элиф Сюнбюльсерт, Алфтекин Серден Гичти, Аслы Ичязю, Пынар Чеглааргинч Тюрк и другие. Девушки отдыхают 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 Конечно, нет. А кто же? Да у меня почерк совершенно не такой. Я тебе докажу. Смотри, я в букве «Л» и в крючке вот так выгибаю. Тут совсем по-другому. Джим, пишу вот так. Дал. Заль. Ну-ка, что там ещё есть? Я мран подшутил. Не его рука. Да, не его. Видимо, кто-то из моих знакомых. С чего бы вдруг знакомым такое делать? Да просто так, повеселиться. С той самой минуты, как мы встретились. Я неустанно думаю о тебе. Бессмысленное занятие. Для меня в этом большой смысл. Да кто ты такой, ради Аллаха? Кого из себя строишь? То на Джмеи обнадёживаешь, А теперь вокруг меня вертишься. Ничего я её не обнадёживаю. Это всё её выдумки. Мы уже выяснили, что произошло недоразумение. И только. Всё едино. Меня это совсем не волнует. Я тебе вот что скажу. Мы никогда не будем с тобой близкими людьми. Учти это. И уйди из моей жизни. Не слишком ли много ты о себе мнишь? Думай, что угодно. Я не собираюсь перед тобой оправдываться. Всего хорошего. И тебе того же. Но я тоже не собираюсь объяснять, в какое смешное положение ты сама себя поставила. Это ты о чём? Я хочу сказать, что моя искренность, а также прямодушие, свойственные мне, были совершенно неправильно истолкованы. Моя прелестница. Знаешь что? Не смей меня так называть. Это оборот речи. Не такая уж ты и прелестница. Но оставим это. Я не ищу с тобой близости. Так что ты зря себя этого замнила. Да, я думаю о тебе. Но единственное, как врач. Интереснее к тебе, к твоему недугу. В Бурсу собирался, а самого нет до сих пор. Ты про кого говоришь? Где твой брат, интересно? Да он же думал с Феридео видится. Хм. Сколько же нам ждать их ещё? Что это ты так встревожена? Ты что, не знаешь? Наш королёк – это сумасбродка. Всем известно, что они с братом будто огонь и порох. Вот что меня и тревожит. Мм. Мм. В тот вечер я случайно подслушала ваш разговор. Ты сказал, что позаботишься о моём здоровье. А Кемран не проявил участия. Мы с ним много спорили на эту тему. Кемрана она мало волнует. Он не хочет с тобой возиться. Каждый решает, как хочет. У Кемрана нет передо мной обязательств. Я с удовольствием возьму на себя эти обязательства. Я излечу тебя. Что понапразно уповать. К тому же я хорошо себя чувствую. Абсолютно здоровый. Обманчивое чувство. Болезнь не проявляет себя. Ты прав. Вероятно. Когда моя мама заболела, я ничего не поняла. Но вдруг... Её не стало. Дай мне шанс, Фариде. Я тебя вылечу. Сейчас тебе очень трудно. Поэтому не принимай поспешного решения. Обдумай всё хорошенько. Но помни, что времени у тебя немного. Хорошо. Не хочу, чтобы о моей болезни узнал кто-нибудь. Я не выношу чьего бы то ни было сочувствия. Не волнуйся. Я сохраню твою тайну. Да не хмурься. Не стоит, а не того. Вот как на ремонт. Спасибо, объяснила мне, что к чему. Ты про что не пойму. Извини. Часы мне очень дороги. Мне грустно видеть тебя в таком состоянии. Отдай их в ремонт сию минуту. Я позабочусь об этом. Не волнуйся. Возвращайся скорее. Не ешь и не пей, что попало. И не засматривайся на девушек. Думай только обо мне, любимый. Я не на минуту о тебе не забываю. Перестань. Ну иди, а то не отпущу. Не трогай. Я думал, он остыл. Все равно. Сколько ложек туда кладут? Сколько сахара в такой стакан? Откуда мне знать, господин? В каком смысле? Это ведь твой капитал. Я разношу чай. Как всегда. Снова Маркс, снова Ленин. Что вы, господин? Я лично наоборот против всяких капиталов. Неплохо. Остроумный. Но не знаешь, сколько сахара она кладет в липовый чай. Досадно. А зачем вам это? Только что она была здесь. Вот прямо передо мной. Положила сахар в чай. Все было на моих глазах. А я не обратил на это внимания. Сколько ложек сахара она кладет в липовый чай. Я не заметил и чувствую, снова упустил что-то важное. Фериде. 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 Ну что, в ссоре? Фериде. Не притворяйся, что это тебя волнует. Похоже, разозлил всерьез. Не думай, что ты такой уж особенный. У тебя таланта не хватит чувства во мне пробудить. О. Так значит. И вот это твоя благодарность? Фериде. Тебе не надо больше врать своим подругам в пансионе. Скажи, что я мерзавец, и ты со мной рассталась. И подведешь черту под глупой игрой. Обманщик несчастный. Теоретически, да. А на практике, не чуть. Ты с моими подругами меня предал. Фериде, девочка, королёк мой, птичка певча, воробушек мой нежный. Чтобы я тебя предал, надо, чтобы между нами была определённая связь. Надо, чтобы в твоём сердце была надежда. Фериде, в твоём сердце и правда живёт надежда. Да кто ты, чтоб такое заявлять? Вот видишь, моя ягоза, у тебя нет повода сердиться. Одни лишь возлюбленные могут и имеют право обвинять друг друга в предательстве. Мне ведь неизвестно, какой у тебя нежный взгляд. Как ты чешешь шейку, увиливая от ответа. Как ты теребишь воротник своего платья и подбираешь слова, когда тебя в угол загоняют. И что, когда воздух наполняется пыльцой, ты чихаешь. Что ты больше всего любишь весну, хотя и мёрзнешь, всё время мёрзнешь, и зимой, и летом. И что пять ложек сахара ты кладёшь в чай. А настоящий возлюбленный все эти подробности про тебя бы знал. Не пять уже. Дорогой, любимый, само совершенство. Как хитро он эту птичку провёл. Я очень порадовалась. Как всегда, подслушивала. Да что вы, как можно? Это ведь грех. Уловила краем уха. Придёт Кемран в следующий раз, отправляйся отсюда куда угодно, Мюнивер. В его присутствии не хочу видеть тебя тут. Помешаю я вам, что ли? Подслушиваешь. Всюду суёшь свой нос. Я всегда чувствую твой взгляд. Ещё нашлёшь на меня порчу. Тяжело тебе придётся эту неделю. Следить-то будет не за кем. Мой милый в Бурсу уехал. Вроде того. Что ты имеешь в виду? Ничего. Да кто я такая? Могу ли я про Кемран Бея говорить что-нибудь? Ты не поверила, что он действительно едет в Бурсу? Да что вы. Почему бы мне не верить? Пойду посуду помою. Как змея. Ужалила и сразу уползаешь. Вечно из себя выводишь. Дрянь такая. Благодарствую, Нериман Ханым. Но если Бурса окажется лишь предлогом для того, чтобы... Кемран Бея и его королёк смогли встретиться за вашей спиной, то вы снова придёте ко мне и будете слёзы лить. Если такое вдруг случится, если меня обманули, я поплачу. Пару дней. А на третий обоих уничтожу. Я ведь переодеваюсь, Неджми. Милый королёк. Как свидание прошло? Какое ещё свидание? Разве ты с братом не встречалась? С чего бы? Ты же была на свидании? Не была. Не верю. Ты ведь шутишь, правда? Ну, до шуток ли мне сейчас, Неджми? Не до шуток. Всё. Фериде. Что-то произошло, но ты мне не говоришь. Я думаю, вы поссорились. Лучше говори, а то хуже будет. Ничего не произошло. Ты не понимаешь, что я говорю? У меня и без твоей болтовни голова болит. Там словно полк янычар взбунтовался. Оставь меня. Можно подумать, я этому виной. Янычары твои бунтуют от того, что ты скрытничаешь. Ну и сиди тут, я ухожу. Только без вздохов. Без вздохов. Нужно не вздыхать, а славить Всевышнего. Будешь вздыхать, навлечёшь беду на наши головы. Что это с ними такое? Поссорились, что ли, опять? Почему? Там рано творил что-то. Думаешь, кто-нибудь скажет. Нужно было настоять. А брат твой где? Он в своей комнате. Ты скоро уезжаешь, Кемран? А чемодан до сих пор ещё не собран. Сейчас, сейчас. Сынок, ваша с Фаридес ссора в саду мне совсем не по душе. Что вы с ней никак не можете поделить, а? Пора уже повзрослеть. Повзрослеем. Надо же вам уже образумиться, наконец. Ну сколько можно ссориться и мириться. Да ещё у всех на виду. Вернётся отец, объявим о вашем обручении. Объявим, мама. Мальчик мой. Мой дорогой мальчик. Твоя мама всё для тебя сделает. Уж поверь мне. Сколько ты костюмов в бурсу возьмёшь, а? Я скажу, чтоб их погладили. Мне хватит одного. Ай, Фариде пусть его и приготовит. Здравствуйте, Эмир. Учитель вас зовёт, говорит, дело важное. Я сейчас уезжаю. Это подождёт, надеюсь? Нет, это срочно. А я Джумала и Фенди отправила за продуктами на базар. Перехватим его на полпути. Я иду. Фариде, мой ангелочек, возьми погладь вот эту одежду. Костюм Кемрана, по-моему. Отныне ты должна за его одеждой следить. Это с чего? Разве моему сыну не положено теперь быть безупречным во всём? Заботься о нём. Ты спрятал повозку? Как только они уберутся отсюда, сожжём палатку. И пусть все как следует помоются. Катина, возьми себе лекарство у врача. Ты возилась с этой падалью. Побрёшь ещё, и что мы делать будем? Какой запах. Он уже умер? Увидим. Актёры с бродячей труппы? Его на дороге подобрали. Путешественник или безумец? Как он здесь оказался? Они в той палатке. Вы звали меня, учитель? Отец. Он умер? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Грязнуля. Везде следы свои оставляет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Денег не пожалею, дам, сколько попросишь. Помоги мне, ради Аллаха. Скажи спасибо, что мы привезли его сюда. А если с нами что случится? Он и так заразу повсюду разнёс. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Отец! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Разве то, что зовёшь ты смертью, не есть воскресенье? Если судный день – это пробуждение, то зачем нужны слова прощания? Ах, эти ненужные слова! Ах, это никчёмная плоть, которая растёт, оскудевая. Если ты сотворил мою душу, то пусть и плоть моя принадлежит тебе. Исцели её. Лишь пробудись ото сна. Пробудись, чтобы предстать перед Создателем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не взлюбил это море. Его соль разъела плоть мою. Я не взлюбил эту тьму. Она забрала светочей моих и растаяла. Не смог я смириться с уходом. Не смог смириться с потерями. Не смог смириться с прощанием. Рядом со мной жизнь уходит за жизнью. Очнись от сна. И ясность ослепит тебя. Но ты привыкнешь к этой ясности. Миг жизни словно плач младенца. Краток. Но легко ли начинать всё сначала? Жизнь словно маленькое плечо. Если хочешь, я буду этим плечом. Хочешь, стану твоим попутчиком. Хочешь, товарищем. Вот видишь, мы заключили с тобой договор. Одно плечо, две головы. Я стал деревом с глубокими корнями, отдающим прохладную тень. Давай отправимся в путь вместе. Навстречу тем дням, когда мой крошечный кулачок терялся в твоей руке, где не было места сна. Осторожно, осторожно. Учитель. Давайте. Я расстегну сейчас. Обувь. Скорее. Папа, посмотрите, здесь тоже язвы. Учитель. Ох. Папа. 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 Сынок, я останусь с ним, а ты ступай, переоденься, помойся, и я не покиду его. Кэмерон, тебе нужно прийти в себя. Ступай, давай. Оказывается, он его близкий родственник. Бедняга. Не впускайте никого, кроме меня. А главврача можно? Вы что, не поняли? Уходите отсюда. Он давно ничего не ел и не пил. Я дал ему лекарство. Оно восстановит силы. А что будет с его ступней? Не бойся, Кэмерон. Мы спасемся, Фитина. Ступай. Тебе нужно помыться. Есть чистая рубашка? Тогда иди. Я был прав. Папа остался в душе ребенка. Где же этот мальчишка? Уже так поздно, а он еще не вернулся. Меня не удивит, если он поступит так же, как его отец, Сейфетинбей. Отработает день и Фит был таков. Больше я не буду им верить. Ни Сейфетину, ни Кэмрану. Даже если они будут говорить, что Аллах един, не поверю. А ты что расселась, как султанша? Все, тебе подавай, а? Встань и поставь приборы. А почему именно я? Если завтра ты так ответишь своей свекрови, сразу уяснишь, почему. Королек спит себе спокойненько, а мы тут должны работать, да? Тебе-то что? А все же... Где Фариде? А почему она не выходит из своей комнаты? Фариде, деточка моя, ты почему здесь стоишь у зеркала? Я обследую сама себя. Тетя. Когда мама стала болеть, ей было сколько и мне? Будет тебе. Что за вопросы ты такие задаешь на ночь, Фариде? Мне это важно. Она была юной. Очень юной. Однако дело не в возрасте. Это так. Нас ведь может не стать когда угодно, верно? Ничего подобного. Сохрани нас, Аллах. Не хочу вторгаться в дела Всевышнего. Но если он намеревается забрать еще одного близкого мне человека, ему придется подготовить в том мире два места. Можно бесконечно расспрашивать ангелов. Там ведь столько неизвестного. Что нас ждет? Кто будет записывать наше деяние? Нет. Я еще не готова предать земле своих любимых. Аллах, свидетель, не готова. Как было бы хорошо, если бы не приходилось ни с кем расставаться. Если бы мы все до конца дней были всегда рядом. Ну все, будет. Ты навеяла на меня грешные мысли. Когда мы теряем тех, кто нам дорог, нам суждено дожить их жизнь вместо них. Это мне сказал Сефетин и Финди. Ты обязана прожить долгую и счастливую жизнь. В память о своих маме и папе, девочка моя. Судьба. Судьба, да. Вот выпустишься из пансиона, выйдешь замуж и создашь свой очаг. Появится дочка, назовешь ее Гюзиде. Браво, тетя. Любой разговор ты сведешь к замужеству. Тетя, а как назвать сына? Гюзиде тоже можно? Лучше не стоит. А Кемрану имя ты сама выбрала? Что ты? Ведь у него был дедушка. Бессеме не пристало решать такое. Просто непозволительно. А, явился. Легок же на помине. Во имя Аллаха. Мой дедушка вернулся. Дедушка вернулся. Кемран вернулся. Кемран. Это красный особняк за поворотом. На холме. Прямо за углом школы. Я правильно понял? Ах, Аллах, я все напутал. Можешь мне написать? Сейчас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Идем. Давай, папа, выпей. Давай. Папа. Папа, я рядом. Я рядом с тобой. Мы в больнице. Не переживай. Ничего не говори, это вредно. Не напрягайся. Расслабься. Вот так. Давай. Давай, давай, давай. Успокойся. Не волнуйся. Славно. Оставь меня. Слишком поздно. Тебе нельзя говорить. Вот. Возьми мою руку. Так. Сжимай ее. Я постараюсь понять, что ты хочешь мне сказать. Оставь меня. Оно того не стоит. Хоть я уже не маленький, это не значит, что мне не нужен отец. Сэфидина Фенди. Я буду рядом. Дочка, держи спину прямо, не сутулься. Неджмия, сядь за стол. И где же Кемран? Разве не он только что стучал в дверь? Нет, это Селимбейса ходил. Спрашивал о Кемране, я сказала, он в больнице, и тот поехал туда. Все уходят и куда-то пропадают. Бездельники. Видимо, им так скучно, что решили все шататься по ночам. А ты чего там расселась и надула губы? Да, я обижена, и что такого? У меня нет уже права на расстройство и обиды, мама. О чем ты говоришь? Какие еще обиды могут быть в таком возрасте? Смотри у меня, дождешься, надеру тебе уши. То ты запрещаешь мне вздыхать, то говоришь, не чеши голову. Разумеется, ведь скажешь, что ты вшивая. То кушай меньше, то кушай больше. Садись, ешь немедленно. Я не буду. Неджмия, нельзя отказываться от еды. Не могу больше, хватит с меня. Дай-то Аллах, я умру, и вы избавитесь от меня. Неджмия! Тетя, лучше я. Пусть побеседуют наедине. Дорогие мои, садитесь. Давайте поужинаем. Вместе устроим женский вечер. Мм? Пусть побеседуют наедине. Пусть побеседуют наедине. Хорошо. Если не хочешь разговаривать, не будем. Мы с тобой можем даже молча посидеть. Уйди, прошу тебя. Нет. Я могу позволить тебе остаться одной, но не почувствовать себя одинокой. Госпожа, твоя дочь повзрослела. Вот откуда у нее грусть. Думаешь, Дилиберг Алфа? Нечего ей стало делать, она и показывает характер. Замуж ей пора. Да. Как та Нуртен. Из семей Киссары, помнишь? С ней было то же самое. Молчи. Сравнила на Джмия и Нуртен. А что? Та ведь прямо источала злобу. А разве? Ни Джмия не злобствует? И что же стало с Нуртен? Ничего. Замуж вышла и утихла. Но ведь к нашей-то никто не сватается. Если б она была старше, могла бы как-то сама выбирать. Ну, разве такая молоденькая сможет? Ах, Аллах. Нам от нее никуда не деться, пока она не выйдет замуж. Типун тебе на язык. Не переживай. Это ведь дядя Сэфетин. Он выстоит. Ты говоришь, мне это как врач, Селим? Я говорю тебе это как друг. Вот увидишь. Дядя Сэфетин поправится. А потом задаст тебе трепку из-за твоей последней статьи в журнале. Я бы на твоем месте подыскивал слова оправдания. Да это Аллах. Да это Аллах. Не сомневайся. Он поправится. Я ведь ясновидящий. Могу предсказывать будущее. Дядя Сэфетин выздоровит. И мы снова пойдем пить ракию. Я знаю. Учитель. Папа. Вот, выпей. Учитель. Ему больше нельзя давать лекарства. Гвоздика, зверобой и лист эвкалипта. Будешь паниковать или идешь со мной? Давай, Гимра, пойдем. Скорей. Я поступила очень плохо, королек. Да что ты. Чувствую, что когда услышу, впаду в неописуемую тоску. Мне очень больно, королек. Пожалуйста, будь со мной откровенна. Ты встречалась с Селимом и моим братом одновременно, не так ли? Что? Ты же бросил это дело после случая Захиде. Обещал не использовать допотопные лекарства. Кто же мог предвидеть? Мы вынуждены использовать эти лекарства для лечения твоего отца. Какие именно травы нужны? Не трогай. Это трава ядовитая. Подай, зверобой. У тебя есть родственница школьного возраста. Которая? Та, что учится в пансионе. Фрида? Угу. Какая она? Непоседливая и дерзкая. А что? Мы сегодня встретились в Чемлыджи. Она подумала, что это ты отослал меня туда. Ясно, что ее задело. Ты должен был сказать, что это не так. Это я и сделал. А зачем ты отправился в Чемлыджу? Что за вопросы ты задаешь по этому? Я искал там вдохновение и встретил Фериде. Откуда ты ее знаешь? Не помню, чтобы я вас знакомил. Ох, Кемран, сплошные вопросы. Я уже говорил вчера, что собираюсь обследовать все мадресе и людные общественные заведения из-за эпидемии чумы. Вот я и попал во французский пансион. И встретил Фериде. На сегодня она выглядела очень разочарованной. Я добьюсь ее прощения. Она может на меня обижаться, но все равно простит. Так значит, эту записку написала ты? Как ты могла так поступить, Неджмея? У тебя совсем нет ни капли совести. Мне хотелось, чтобы Селим держался от тебя подальше. Ясно, но Селим никогда не был близок со мной. А откуда ты узнала, что мы с Кемраном собирались встретиться в Чамлыджи? Не могу сказать. Конечно, не можешь. Кто знает, сколько еще лжи скрывается за твоими словами. Ты так много врешь, что, конечно же, забудешь. Я же попросила прощения. Сколько можно унижать? Пока у меня есть такой друг, как ты, мне и враги не нужны. Ну, хватит уже, девочки, выходите из комнаты. Я не голодная. Спокойной ночи. Ну, разве так можно? Стол ведь уже давно накрыт. Но, тетя... Не увиливай, посмотри мне в глаза. У меня просто нет аппетита. Мне это не нравится. Кто же ложится на пустой желудок? Ступай, поешь. Ладно. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. И не надо лгать, чтобы заполучить мужчину. Хе-хе-хе. И любовь в сердце. На обед что станете кушать, если муж принёс пустой кошелёк? Эх, если бы только замужество было счастьем. Сегодня веселье, завтра горе. Ты помнишь литофет твою ровесницу? Каждый день плачутся матери о своей жизни. Да просто она вышла не за того. Есть женщины, которые живут для любимого мужа, и в этом их счастье. Брак – это тяжёлая работа. Да. Печально видеть, как некоторые молоденькие девушки ради обретения призрачной свободы вынуждены надевать на себя оковы обручального кольца. Как же их жаль. Никакие это не оковы. А? Ответь же им что-нибудь, Гюльмисаль Калфа. Человек не остепенится без брака. Это точно. И женитьбу поощряет наша религия. И тогда всему свой черёд настанет. Как прекрасно ты сказала, Гюльмисаль Калфа. Настанет всему свой черёд. Точно. Меня выдали замуж в 13 лет. И что? Одни потери. Если бы я только могла, то многое изменило бы. Брак – это вовсе не потеря. Но в 13 лет – опрометчиво. Самое важное – встретить мужчину в своей жизни. Как только это произошло, выходи замуж. Не поднимай подол, не увидев речки. А пока с ужиной не постричался, нужно держаться рядом с матерью. Учиться у неё ведению хозяйства и слушать её советы. И когда сердце начинает биться всё чаще и чаще... Я прямо-таки вся воспламеняюсь. Стоит кому-то зажечь во мне огонь. Поглядите на неё настоящий факер. Так и горит огнём. Когда сердце начинает биться всё чаще и чаще, мы не должны забывать о собственной чести. Да-да, это верно. Ты просидел возле моей постели всю ночь. Ни на минуту не сомкнул глаз. Ты ведь не оставишь меня в покое, да? Да. Мы сделали всё, чтобы вернуть тебе силы. Ты уже лучший отец. Результаты лечения очень обнадёживают. Стой, стой. Стой. Лучше ты мне скажи, кто остался с женщинами в особняке. Судя по тому, что мы оба здесь, туда может заявиться кто угодно. Не смеши. Как ты себя чувствуешь? Как игручек. Отдохни, Кемрон. Мы с отцом тут немного побеседовали. Ты ступай, сынок. Иди, а я посплю. Убедил. Но вернусь через пару часов. Домашним ничего не говори, Кемрон. Не хочу, чтобы они волновались. Мне здесь хорошо, как на отдыхе. Ни о чём не беспокойся. Как больной? Анализы у него неважные. Задета селезёнка. Мы прочистили нарывы снаружи, а вот внутри... Железо. Если его организм будет получать железо, то мы обеспечим сохранность функций костной ткани. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хм... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СЕЛИМ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА